Меня зовут Александр Чаплин, я из компании Amiga. Разрабатываю Flutter-приложение. Последние 4 года активной разработки и 2 года на Flutter. Собственно, сегодня поговорим о камере и Flutter. Соответственно, затронем тему интеграции разных сервисов. Расскажу о проекте по D&DA, который включает в себя много интересных штук. Да, собственно, из моих кейсов я разрабатывал приложение SM-клиники. Это частная сеть клиник в европейской части России. Функционал включает запись на прием, исследование, карта клиник с использованием Яндекс.Мэпс, чат с оператором по WebSocket с использованием WebEam. Это такой сервис общения в чате. Также расскажу немножко про компанию. Наша компания занимается продуктовой разработкой сайтов и приложений. Специализируемся мы, конечно же, на Flutter. И из наших наград в 2022 году мы взяли 3 серебра и 2 бронзы на Tagline Awards. Мы молодая, активно развивающаяся команда. С 2021 года выросли с 3 до 70 человек. Занимаемся продуктовой разработкой, как я уже сказал, аналитикой дизайном, тестированием IT-продуктов. Также мы ведем свой телеграм-канал. Flutter много. Там уже больше полутора тысяч подписчиков. Рассказываем про разные кейсы, новости, обновления Flutter. Все, что связано с Flutter. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Очень интересно. Я вас уверяю. Найдете что-то полезное для себя абсолютно точно. Собственно, сегодня поговорим о проекте под NDA, который использует камеру во Flutter. Расскажу, что у него интегрированы CryptoPro SDK и также NFC token. Поговорим о библиотеке Google ML Kit, которая общая для распознавания объектов. И под библиотеки Barcode Scanning. Я расскажу о принципе ее работы, как мы ее интегрировали, с чем столкнулись, какие были проблемы и также, как она у нас реализована в коде. Проект у нас реально очень крупный. 200 плюс тысяч скачиваний на iOS и на Android. И в нем интегрирована CryptoPro SDK. Как я уже сказал, NFC root token. То есть вы когда прикладываете телефон к устройству носителя, он передает вам сертификат на ваше устройство. И также root token носитель, то есть вы просто оставляете флешку в Android и импортируете сертификат на ваше устройство. Также мы, как я уже сказал ранее, использовали Google ML Kit библиотеку на Flutter. Она реализована с помощью платформы Channel, то есть она в нативе работает. В приложении у нас несколько страниц с камерами. Поскольку у нас имеется электронный документ оборот, мы сканируем коды товаров и, собственно, сами товары либо вводим оборот, либо еще какие-то операции производим. И в связи с этим, когда мы получаем информацию о товаре на сервере, то у нас у товара имеются определенные свойства. То есть срок годности, его объем, размер и так далее. Дата ввода в оборот. И в связи с этим нам возникает нужда в реализации нескольких страниц с камерами. Также отображается у нас информация об этих товарах, если у нас сканер просто обычный, посмотреть информацию. Немножко про CryptoPro и NFC. Когда мы делали интегривные нативные SDK к CryptoPro, столкнулись с несколькими проблемами. Первая проблема была с цепочкой сертификатов. То есть у нас идет построение цепочки от сертификата пользователя до корневого сертификата удостоверяющего центра. И, собственно, у пользователей была проблема в том, что сертификаты их битые, либо расширение неправильное, еще какие-то проблемы. И мы были вынуждены допиливать фреймворк SDK к CryptoPro, чтобы у пользователей не возникало ошибок и краши приложения. В связи с этим мы вручную импортировали в хранилище внутренних CryptoPro сертификат. Тем самым устранили проблему. Также у данного SDK на iOS и Android код написан в главном потоке натива. Соответственно, в связи с этим возникают проблемы, когда у пользователя могут тормозить UI, крашатся предложения при разных кейсах. И в связи с этим данную проблему мы просто решили, обернув весь код в RxJava. Собственно, когда у нас возникает дополнительный поток данных. И мы просто ждем, пока операция полностью завершится и получаем уже готовый результат. Про NFC скажу, что данный кейс был реализован довольно-таки просто, поскольку RooToken предоставляет на платной основе свою библиотеку. И уже когда мы подключили эту библиотеку, пользователю появилась возможность прикладывать телефон к хранилищу, в котором есть сертификат, получать сразу этот сертификат на устройство. И также появилась возможность импортировать сертификат с флешки, то есть RooToken-носитель. Произведу небольшой обзор библиотеки Google ML Kit. Это большая библиотека, которая насчитывает в себя 14 подбиблиотек. Она распознает объекты, то есть начиная от лица, текст, позиции объекта, онлайн-перевод текста. То есть она всегда включает, как я уже сказал, 14 подбиблиотек. Вы можете ознакомиться на официальном сайте PubDev. С ней работает она также через платформу Channel. То есть во Flutter не происходит никакой обработки кода. И, собственно, в связи с этим она только на iOS и на Android. Сама подбиблиотека Barcode Scanning у нас распознает коды формата линейные и 2D форматы. Из линейных форматов вы все прекрасно видели в жизни штрих-коды, которые бывают на товарах. Они бывают форматов популярных EN13, EN8, код 39. Из 2D форматов самое популярное – это QR-код, когда вы наводите свою камеру на QR-код и можете подключиться, допустим, к Wi-Fi по данному QR-коду. Кейс, который я затрону дальше, касается DataMatrix кода. Вот это код DataMatrix, вот это QR-код, вот это линейный. Вот, собственно, бар-код, что такое само по себе. Это графическое представление буквенно-числового формата данных. То есть бар-код, например, DataMatrix, первая строчка, у нас имеет смысловые блоки. Они разделены разделителями. То есть первый разделитель FNC1 – это разделитель в базовом символе 001D. А JS тоже считается как один символ. Это европейский формат разделителя. А FNC1 – это русский разделитель. И, собственно, в связи с этим у данной библиотеки имеются некоторые проблемы в использовании, и особенно на российском рынке. То есть мы столкнулись с тем, что она заменяет вот этот символ FNC1 на JS. Поскольку у нас жесткая сертификация товаров, заказчику в данный момент не устроил, потому что мы проверяем данную структуру всего кода и выдаем пользователю сообщение о том, что корректная структура или некорректная структура. Соответственно, если некорректная структура, вся партия товаров может просто отъехать назад. И будут возникать потом проблемы. Внизу представлен линейный штрих-код. Его численно-числовая запись. Соответственно, это у нас применяется на упаковках, но при этом сильной защищенности он не имеет. То есть упаковка не так важна, как сам товар. На примере первого варианта, то есть получается у нас вот этот смысловой блок первый – это серийный номер товара, и после символа JS разделителя идет крипточасть. То есть она служит для того, чтобы защитить товар от подделок. Собственно, данная библиотека Barcode Skyning основана на TensorFlow, открытая библиотека Google, Machine Learning. Опять же, как я уже сказал, что библиотека для iOS и Android только. И из-за этой проблемы с разделителями, которые я раньше упомянул, возникает проблема, как ее решали. Заказчик на своем сервере запустил ML, которая с помощью получает байты изображения от нас, от приложения, и полностью распознает код, как он есть. То есть отдает чистый баркод вместе с всеми разделителями, как они изображены прямо на экране вашего сканера. И до недавнего времени, когда вот эти правила были в силе, данная ML, которая Flutter, она служила нам только для того, чтобы понять, что на экране есть баркод, чтобы не отправлять лишний запрос на сервер. То есть мы распознали баркод, отправили изображение в байтах на сервер и получили чистый баркод. В связи с этим процесс обработки от распознавания до получения информации о товарах был очень длительный по времени. То есть достигало порой полминуты, то есть пользователь мог ждать ответ от всех серверов, от всех запросов, и пользователям очень это не нравилось, как вы понимаете. Соответственно, недавно заказчик решил упростить формирование структуры, тем самым он сказал, что разделители можно заменять хоть JS, хоть применять хоть JS, хоть FNC1. Соответственно, вопрос в отправке запроса на сервер по полному распознаванию баркода, как он есть на самом деле, отпал. Соответственно, и мы получили производительность в приложении. Вот, собственно, как он на сервере, ML распознает. Вот, собственно, сам Google ML Kit. Да, распознает хорошо, но не идеально. Начнем с интеграции в проект. Это подключение через pub.spec.yaml и разрешение на доступ к камере в файлах Android Manifest.xml на Android и InfoPlist на iOS. Собственно, сама схема работы. Я представил ее. Сначала мы инициализируем камеру, сделали мы это с помощью Миксина, потому что Миксин нам помог в реализации множественного использования сканера в приложении. Потому что, я напоминаю, была разная логика на каждом экране. Создали контроллер, инициализировали его, запустили с него стрим. Передаем байты с контроллера, с нашей камеры в эту ML. И она уже нам выдает, если есть на экране баркод, дальше мы отправляли на сервер. И потом уже только запрос на сервер, а информация о товаре. Здесь, на этом этапе, мы еще парсили структуру самого баркода и выдавали правильную структуру или нет. Если же у нас на экране нет никакого баркода, мы просто ожидали его получения. В принципе, схема очень простая. На данном экране можете видеть начальные шаги. Получается, сначала мы проверяем, на то, выдан ли доступ к камере. После того, как пользователь принял разрешение, мы через 200 миллисекунд начинаем инициализацию камеры, ставим разрешение 720, чтобы лучше распознавать, инициализируем ее. И дальше начинаем стрим. Здесь проверяем, если у нас из дерева виджетов не удалена сама камера, то мы зафиксируем портретную ориентацию вертикально. Да, имею в виду вертикально. Дальше мы с контроллера, как я уже говорил, запускаем стрим и обязательно проверяем, на тот момент распознается ли у нас сейчас баркод. Поскольку баркод, то есть когда мы не ставили тайминги, у нас возникает наложение друг на друга и возникает… ОБ по-английски. То есть unexpected поведения, неожиданное поведение приложения. Да, забыл по-русски, как это говорится. И, собственно, мы обязательно проверяем на то, прочитали мы предыдущий код, через какое время. То есть если мы прошло меньше 200 миллисекунд, с последнего сканируем, мы пока не запускаем распознавание следующего изображения. После этого на экране, то есть вот как это выглядит на UI, у нас специально создан прицел, чтобы именно в этот прицел попадали все баркоды. А вне его мы баркоды просто удаляем. Получается, запускаем функцию. Вот это баркод-детектор, это у нас сама библиотека Google. После того, как она обработала у нас изображение, мы проверяем, если у нас пришли баркоды, мы уже как раз вот эти функции remove peripheral objects удаляют у нас из экрана лишние баркоды, которые у нас не попали в прицел. Собственно, расскажу дальше, как распознается сама ML. Данный код, конечно же, вообще не был не идеальным, поскольку участвовало взаимодействие двух ML. Была проблема, опять же, каждый раз мы проверяли, закидывали байты в ML. Если не получали результата, то нам приходилось еще раз проверять изображение, на то, инвертированный ли код. То есть инвертированный код – это когда пиксели заменяются светлые на темные. И получается, были еще разные форматы. Вот BKRA 8.8 и еще формат. То есть четыре варианта проверок на каждый возможный баркод. То есть каждый раз мы запускали его, и при этом возвращали наверх результат сканирования из ML и, собственно, сами байты изображения с экрана. Все это выглядело не очень, и, собственно, процесс был очень долгим. После того, как заказчик упростил нам жизнь и пользователям жизнь, мы просто запихиваем байты в нашу ML. Если у нас результат есть, то просто его возвращаем наверх и дальше уже обрабатываем по запросу информации о товаре. И если у нас на этом этапе все же еще не пришло, то мы просто проверяем на инвертированный баркод DataMatrix. И тогда его снова запихиваем в нашу ML. И если уже тогда ничего не пришло, тогда просто изображения на экране нет. Собственно, вот здесь описан процесс, как мы убираем лишние баркоды из прицела. То есть у нас есть прицел, и получается мы математически высчитали сам квадрат, который у нас считается прицелом. Запустили цикл по каждому баркоду, который распознала наша ML. И считаем пересечение каждого квадрата, баркода с нашим квадратом. Если площадь пересечения по ширине и по высоте меньше половины, следовательно, мы этот баркод просто убираем. Собственно, здесь приведены метрики. С участием двух ML у нас получается от 6 секунд минимум до, как я уже сказал, 30 минут, и бывает все по-разному. То есть сервер настолько был нестабильным, что вообще мог отвалиться и сказать до свидания. А при участии только на гугловской ML 4 секунды-5,5. При этом вы можете сказать, что нам просто повезло, что заказчик решил упростить свои правила формирования баркодов. Но при этом я вам скажу, что сейчас ведутся переговоры о том, чтобы внедрить ML с сервера, который полностью распознает правильно баркод в приложении на Flutter. Возможно, в дальнейшем расскажу уже про эту интеграцию. В UI выглядит все максимально просто. Обычный стак с камерой превью, которую мы передали наш контроллер, нарисованный квадрат и крутилка с данными. Вместо нее получается отображаем информер о том, что найден код или не найден. Если найден, то мы переходим на страницу отображения товара. По итогу мы внедрили в библиотеку Google Mail Kit Barcode Scanning, решили проблему разделителей, а также договорились с заказчиком о том, чтобы внедрить ML с сервером в наше приложение, убрали лишний запрос, получили прирост производительности и считаю, что упростили жизнь нашим пользователям. Также хочу рассказать, что не забывайте подписываться на наш телеграм-канал Flutter много. Мы там рассказываем много чего интересного. Я самолично публикую периодически там свои статьи о различных темах. И наша команда тоже старается держать контент актуальным и интересным. Можете навести как раз на бар-код. Это QR-код как раз. И перейти в телеграм-канал, сразу подписаться. Всем спасибо. Какие-то вопросы? Рассматривали ли вы какие-нибудь другие способы отличия QR-кодов взамен на ML? Ну то есть нейронной сети. Да, были моменты с ML-ками в нативе, но поскольку приложение на Flutter, то получается надо разработать ML-ку и на iOS, и на Android. А тут мы просто подключаем библиотеку. Нет, понятно, а вот у вас именно встроенная нейронка есть, которая распознает, есть ли бар-код или нет. Ну это вот как раз сама библиотека гула. А, это и просто какой-нибудь фильтр юзнуть, чтобы отделить только блоки, и потом уже по этому фильтру… Нет, такого она не может. Нет, именно фильтры какие-нибудь наложены. Фильтры… Ну, наложить фильтр, потом посчитать число пикселей выделенных… То есть самим как бы разработать ML-ку, я правильно понимаю? Нет, не ML-ка, а алгоритм какой-нибудь другой распознавания, чтобы побыстрее было. Или она уже и так достаточно быстро работает? Ну, вообще данная библиотека уже и так, то есть на 4 секунды вместе со всеми запросами отправки на сервер… А 4 секунды было уже с ML, да? Да, 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 с ML и с запросами на другой срывак, чтобы получить ответ от аварии. То есть это вместе все вместе, весь процесс. А сама ML-ка отдает вам бар-код в течение меньше полусекунды там точно. Даже, я думаю, 200 миллисекунд как раз. То есть ты моментально наводишь на камеру, он тебя уже распознает. Спасибо за доклад. Вопрос примерно в ту же сторону, что и предыдущий. Помимо машин-ленинга с изображениями, в частности с бар-кодами, можно работать чуть более простым способом. Называется это компьютер-вижн, когда по сути средствами геометрии и тонами того изображения, которое вы получили, сравнивается похожесть этих изображений на какие-то эталонные данные. Вот бар-код, возможно, было бы, как мне кажется, распознавать такими более примитивными способами проще. Не пробовали, не думали, не смотрели. Просто видите, данная библиотека распознает разные форматы. То есть у нас и 2D формат, и линейный формат. Причем этих форматов штук 15-20 точно. И на всех компьютер-вижн, мне кажется, тяжело будет применять. Проще воспользоваться библиотекой. Это трудозатраты. Еще мы же учитываем, что он у нас заказчик, и он оценивает, ну то есть платит нам за часы разработки. И когда есть готовое решение, которое дает нам бар-код в течение меньше полсекунды, даже 200 миллисекунд, то, безусловно, в пользу бизнеса встает вариант этой разработки. Я понял, спасибо. Если резюмировать, то решение вызвано большим количеством поддержки разных форматов. Да, да, да. Не только. Здравствуйте. Спасибо за доклад. У меня вопрос больше по своим бар-кодам. Насколько знаю, такая маркировка для товаров очень часто используется, например, на складах, когда приходят задания на подбор. И ходят байки о том, что продвинутые складовщики уже умеют читать эти бар-коды без… Я не знаю, насколько это реально. И в этом мой вопрос. Как вы считаете, научится ли человек в какой-то момент считать, считывать бар-коды лучше, чем ML? Вы знаете, я уже год на проекте, и я порой разные форматы не могу отличить. Не то, что там конкретно формат Data Matrix, и как он там распарсится. Видите, еще проблема зачастую с разделителем возникает у пользователей. Ну, до этого. Сейчас уже мы ее решили, конечно же. Я лично не вижу никакой закономерности для человеческого глаза, который может определить тот или иной бар-код. Но это байк. Спасибо. Спасибо за вопрос, но он мне понравился. Да, то есть проект реально огромный. Я за год вообще в некоторые разделы этого проекта не залез, потому что отвечали другие разработчики. И моя зона ответственности в основном была на камере и на структуре бар-кодов. Ну, помимо этого, конечно же, переключался на другие задачи. Но в целом проект очень крутой, и по опыту да, пожалуйста. Какие рассматривали аналоги, кроме ML? Знаете, я подключился к проекту уже после того, как эта ML была внедрена. Я просто ее полностью изучил и рассказал вам здесь. Но по рассказам коллег были варианты с какими-то платными библиотеками. И я так понял, они ни к чему хорошему не привели. Но опять же про натив я уже сказал, что нативе надо будет на каждой платформе разрабатывать свое какое-то решение. Вот. Как-то так. Скажите, а вот когда вы искали QR-код, был вариант, когда вы просто брали картинку из нужного размера? Что еще раз? Ну, то есть у вас, допустим, от 100 до 200 и от 100-100, от 200-200 координации. Не был вариант просто взять квадратик и отправить только его на сканер, на распознание? Так. Немножко не понял вопрос, если честно. То есть 100 на 100 у нас баркады… У вас на экране есть прицел. Прицел, например, от 100-100, 200-200 координаты. Не был вариант отправить только эту область, а не целиком все, что камера получила. А, я понял ваш вопрос. Да, этот вариант был. Но поскольку я присоединился к проекту уже после, получается, для оптимизации проекта вы абсолютно правы. Это будет более крутым решением, поскольку весь экран мы отправляем в нашу имейку. И, собственно, реализация точно с прицела, она, безусловно, будет лучше. Я согласен с вами. Но при этом мы опять упираемся в бизнес-решение, бизнес в деньги и время. А заказчик зачастую у нас рассматривает более простые решения и эффективные для бизнеса. Понятно. Да. То есть я, конечно, могу сказать, давайте оптимизируем то-то, давайте сделаем то-то. А нет, давай-ка ты займешься вот этим. Если вопросов нету, то, во-первых, спасибо. Похлопаем еще раз. Спасибо. Спасибо. Спасибо.